подвеску можно осваивать всю жизнь в одном из роликов финишировала машина по-моему без одного колеса тогда я представлюсь совостин сергей а то есть много раз тогда было финишировали без передних и без задних а как себя вот капотная компоновка показывает в чем ее преимущество недостатки извиняюсь неформально беседу сразу ты был какой-то русская предпочтение директор назначил как по-другому спасибо организаторам вот спасибо компании полфингер здесь у нас зона где мы проводим совещание все сергей геннадь совостин на свете придется немножко повториться по поводу новшеств вкратце именно о подвеске я сначала на меня подвеску можно осваивать всю жизнь это жизнь можно потратить совершенно точно потому что я повторюсь что подвеска в разных условиях работает по-разному и допустим один раз ее настроить и на этом все же съездить это не получится потому что мы ищем разные трассы под разные страсти ищем настройки и дальше мы уже как бы забегая вперед смотрим рельеф местности где нам предстоит ехать понимаем если мы там уже раньше проезжали мы смотрим что там было раньше по предыдущему опыту под это и настраиваем подвеску и кто лучше попал в эти настройки тот меньше будет находиться от от старта до финиша а это как раз тот результат о котором мы говорим который нам нужен поэтому этим вопросом можно заниматься теперь абсолютно понятно здесь нет предела совершенству постоянно находится что-то новое и в амортизаторах и в рессорах казалось бы рессором 300 железа и все нет там тоже есть чем работать и эта работа она принципе поставим сколько существует команды столько мы занимаемся подвеской и будем продолжать этим заниматься то что мы поставили под подвеску на кабину это не сказать что мы ее поставили она она принципе была просто она была другая мы ее изменили и сейчас работаем над новой конструкции все замечательно истерпывающе спасибо большое силу от ума в моем понимании ждем освоение до какого-то момента значит идет то есть как бы потом осваивать перестают тоже коробка автомат или тоже будет до мы тоже как я говорил да мы про и провели тесты мы поняли что на ней можно ездить что чисто по механике она достаточно надежная если ее не ломать то она не сломается то что ее нужно осваивать управление этим мы занимаемся где-то мы под нее подстраиваемся где-то пытаемся ее под нас подстроить но это процесс да это процесс такой он будем говорить ни одного дня потому что на одной трассе она одни вопросы на другой трассе другие вопросы и со сменой трассы мы уже не вернемся туда а вот это надо доработать гонка идет мы едем еще хотел спросить кстати вот грузовики которые будут с вами соревноваться с других стран у них автомат или механика ли это неизвестный сейчас у многих уже стоит автомат у многих не мы первые также поставили коробку автомат первым как раз поставил на на именно в нашей дисциплине первым поставил и в андербрин на рено и достаточно будет говорить недавно не так много времени прошло но все этот момент подхватили в том числе и мы вот каждый по-своему двигается к результату все равно еще не все уж на автомате дал кого-то еще механикой кого-то автоматка тут надо и мы тоже не всех сразу у нас у нас допустим там 6 пилотов вместе с сергеем буквально 6 пилотов мы же не пересадили всех сразу то есть сначала я тестировал только один достаточно длительное время потом мы определились с коробкой на которую которую непосредственно будем ставить дальше начали заниматься этим еще пилоты и вот на сегодня будем говорить что мы уже перешли но опять же я вернусь к тому что только на том двигателе на котором мы сейчас ездим мы только к этому двигателю адаптировали двигатель камень на двигатель липхер мы не адаптировать автомат не занимались этим не знаю будет в этом потребности или нет если таковая а вот еще вопрос можно обратил внимание мосты имеют ну как бы страховочные ремни капроновые первый момент в креплении и сама кабина еще тоже на тросах на остальных то есть это для чего делается кабина на тросах это требование безопасности которые мы обязаны выполнять иначе нас просто не допустят на соревнования они прописаны регламентом требования безопасности и мы согласно той схемы которые требуют организаторы мы это выполняем а мосты на ремнях это также ограничение хода подвески это также требования организаторов у нас ход подвески 300 а ну то есть там регламентируется именно вот эта величина не больше не меньше меньше пожалуй а меньше можно больше меньше пожалуйста больше нельзя то есть а если было бы больше это как-то положительно на ходовых качествах сказалось а то есть легче можно было вот эти все ухабы передали подвески по бездорожью как раз он и дает преимущество то есть чтобы все машины как бы под одну гребенку были подобные заторы ограничили для грузовиков подвески 300 и скорость 140 нам сказали уже а вот мало того порванный ремень штрафуется если порвется вот этот ремень да то есть контролировать меня по порванный ремень отсутствие пломбы организатор ставят плампу на даже вон как он пломбируется и на финише проверяют если нарушена пломба или порван снят ремень пенализации по времени топливные баки какого объема в машине регламентируется это тонна это регламент нет это на организаторы требуют чтобы участник обеспечил себя на 800 километров по ходу ну можно и больше но это лишний вес уже да то есть это бы ну лишний вес в основном это что-то залил в этом бак в смысле точному что-то можно другое залить кроме дизельного топлива нет я имею ввиду тот объем если у тебя бак на тонну ты залил туда 800 литров по внешнего веса это вот столько вот алюминиевая полоска контурбака не настолько он лишний но требование организаторов обеспечение хода 800 километров у кого какой аппетит на какие на какой грунт все остальное каждый должен рассчитываться а вот еще и заторы за собой оставляют право сделать спецучасток грубо говоря 800 километров пожалуйста кто не доехал извините амортизаторы интересно обратил внимание по 4 амортизатора на получается на мосту я никакие у какой-то формы ни разу не видел в чем особенность то есть я как бы с грузовыми с обычными автомобилями сталкивался а вот гоночные честно скажу так близко видел впервые и вот я не совсем понимаю какой форме мы обычный амортизатор то есть два уха грубо говоря да то есть который крепится один на подвеске один где-то на элементах рамы и значит ну то есть они амортизера тут он имеет такую колбу сторону ну понятно обычно амортизатор под какой ход подвески вы думаете вот подвески 120 но нет больше наверно у камаза вездехода наверно ну какой там ход подвески у камаза вездехода наверно 300 должен быть даже больше нету меньше а это под большие хода там ставится дополнительная камера чтобы был дополнительный объем это дополнительная камера может быть отдельно на шлангах а это газовый амортизаторы получается газомаслами и она может быть отдельно это просто ну головка сама головка выгон так что эта камера прямо вместе с амортизатором крепится достаточно широко распространено насколько обычно колесо живет на гонке ну то есть жизненный цикл а скажем так покрышки не просто столько колес собой возите это все зависит только от трассы можно сегодня поставить новую резину на финише она будет просто лоскуты можно проехать 3-4 дня все зависит от грунта а всех колес хватает не было что мне хватило бывало так что прямо конкретно экономили было так что мы плиты были такие моменты я какой-то основном хватает у нас еще в принципе до недавнего времени мы могли позволить себе что-то взять на машинах сервиса когда ездили на одной размер на сейчас размерность разная поэтому более тщательно подсчет в одном из роликов финишировала машина по-моему без одного колеса без права было такое в каком-то я не могу сказать какие-то были соревнования какой год но я смотрю какого не один ролик а то есть много раз тогда был финишируем и без передних и без задних но это понятно что это не с утра до вечера так это все зависит от ситуации все зависит вот именно того момента который непосредственно случился понятно что не 100 километров даже не 50 ты так не проедешь больше на этом потеряешь но если это случается там за два за три километра до финиша и ты понимаешь на что идешь я это достаточно рискованно рискованно в плане управляемости в автомобиле во первых то есть если это в горах то ты серьезно рискуешь а и в плане того что колесо пока все колесо с диска слетит она вокруг себя натворит столько дел что ты можешь потерять больше чем оторвать тормозные шланги трубки промажешь когда это все вокруг с большой скоростью начинает вращаться отрывает крылья обшивку шланги камеры понятно что вреда может причинить гораздо больше и тут каждый уже как бы тот ролик о котором вы говорите я примерно представляю это скорее всего это андрей каргинов когда финишировал и у него да у него действительно было либо третье место твое либо она удара и вот он привез это третье место там было за что бороться было за что рисковать не всегда так бывает некоторых случаях дешевле остановиться и исправить это нам когда экскурсию делали сказали что у вас порядка 70 молодых воспитанников вот учатся этому мастерству ну то есть на на картингах да а что нужно чтобы попасть к вам молодым парням из набережных челнах челнов что нужно чтобы попасть в школу и как минимум прийти в карту то есть да и там то есть принципе всем я думаю все объяснят все скажут и там эта работа поставлена что нужно это как минимум прийти в карту а еще вопрос скажите по престижности у вас есть какая-то градация проливей дакар он или все одинаково одинаково готовитесь одинаково если все-таки дакар он самый такой престижный я даже больше скажу если даже если даже не приехали конкуренты как говорится трястись то все равно тот же самое количество километров то есть мы не тише на плавнее не поедем конечно подготовка она как раз подразумевает потому что все равно эту дистанцию ехать и ехать ее надо готовым мало того у нас вообще нет не стоит такой задачи ехать быстрее тише едем всегда своим темпом то есть это на что не важно там есть соперники нет соперников но ездить просто чтобы рассказать мы уже не грузовозе то есть если даже нет какой-то там ближайся конкуренции все равно это опыт это работа на будущее и плане испытаний автомобилей испытания у нас в основном у нас без испытаний выезжает автомобиль на дакар то есть то что мы наработали за год то что мы в чем мы уверены мы это внедряем уже в дакаровскую версию автомобиль дальше мы весь год что-то делаем новое внедряем разрабатываем испытываем то что в чем мы уверены мы ставим иногда бывает такая ситуация что мы не уверены в это у нас других вариантов это когда вот допустим была ситуация когда в середине года нам сказали что среднемоторные автомобили больше выезжать не мог нам нужно было сделать автомобиль за полгода чтобы поставить двигатель под кабину именно спортивный автомобиль таких автомобилей у которых двигатели под кабину их вон с конвейера новоской нам нужно было сделать спортивный автомобиль полностью перекомпоновав и да вот вспоминая просто то время когда мы на этом автомобиле могли себе только ночью позволить выехать в тарловку это было уже зима снегу много лежал мы выезжали в тарловку и все выехали два раза два раза привезли его туда на трали на третий раз на старый рисковать поехали на кар поэтому я говорю что мы в основном все применяем то что уже испытали то что уже прошло испытание и мы внедряем это на дакар но бывает случаются такие моменты когда когда выбора нету приходится применять и не совсем испытана либо совсем не из но это понимаю что все собрались да тогда я представлюсь совостин сергей заместитель директора нп камаз автоспорт по производству и развитию на гонке шелковый путь я буду в роли ким менеджера команды так как лев геннадь чагин он директор шелкового пути мы естественно не вправе руководить команды и век один раз до выигрывали вот на этой зеленой машине один вопрос так вот не увидели черную машину капотную ну нигде здесь ходили анализ это машина сейчас в пути она едет в британию на там мы совместно с редбулом часто мероприятие практически как уже несколько лет туда ездим в этом году а как себя вот капотная компоновка показывает в чем ее преимущество недостатки здесь преимущество именно в компоновке плане того что автомобиль лучше управляется послушнее автомобиль и более для экипажа более безопасен нет нет безопасности если думать здесь опасно что на том что на другом все должно быть мило единственное что на этом автомобиле перегрузки 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 сидит на конкретно на досью комфортно это назвать очень с натягом по крайней мере уже не те нагрузки но вот именно что касается тряски и ну плюс вот этот то что управляемость конечно лучше и плюс центр масс у него и поэтому и на извилистых трассах эта машина но планы есть по развитию то есть еще машины капотной компоновки что были у команды или пока одна останется мы мы не ставим углового угла чтобы именно создать автомобиль капотной компоновки что то есть мы занимаемся этим автомобилем для того чтобы понимать чтобы у нас было полное понимание что у наших соперников противостоит нашей технике основная будем показывать цель для чего нам нужен этот автомобиль мы также мы понимаем что имущество у него есть не их нет они на лицо и это понимают даже даже можно сказать дилетантами обязательно быть гонщиком чтобы понимать насколько этот автомобиль имеет преимущество есть какие-то минусы плюсов пока что я думаю что больше но при этом нам пока что удается быть как минимум наравне то и лучше по результатам поэтому мы пока что будем основной упор делать на автомобиле стандартной компоновки то те автомобили на которых мы сегодня участвуем поэтому этот автомобиль у нас в этой гонке участие не принимает но мы им занимаемся наверное я думаю все понимаете что всех изменений как бы вы меня в них не пытались я вам не скажу потому что есть вещи о которых мы можем говорить которые очевидны и есть вещи которые нам бы хотелось чтобы это было только нашим мы это ищем я не скрываю мы ищем такие вещи пытаемся их внедрить это не просто это серьезная работа но этим занимаются в принципе все то что мы постоянно занимаемся работами над подвеской автомобиля это я прямо скажу это можно заниматься вечно и работа найдется потому что там любое изменение вообще в развесовке автомобиля на сразу сказывается на подвеске на управляемости любое изменение в трансмиссии все это сказывается в том числе и на подвеске автомобиля но и плюс я думаю этот этим вопросом сколько не занимаюсь все равно будет что-то узнавать новое что ты будешь находить и так же нет ничего постоянного потому что сегодня одни трассы завтра другие трассы имеют большее преимущество и поэтому нужно быть готовым ко всему мы занимаемся эти вопросы прорабатываем нарабатываем и чтобы в нашем багаже все это было также мы уделили серьезное внимание подвеске автомобиля подвески кабины потому что до этого все увидели действительно эти моменты не строишь они есть и здесь мы будем говорить не первопроходцы мы не сделали что-то новое просто мы под нашу конструкцию разработали именно переднюю подвеску кабины это дало тоже результат в плане плавности хода и я думаю что также отразится на времени это основной один из моментов то что ну тоже вопрос задавали по некоторым автомобилям которые не участвуют это связано с нашими обязательствами перед партнерами у нас в это время проводится мероприятие в британии это вот вот один автомобиль будет там и так же также рэдбуловское мероприятие в турции поэтому два пилота у нас заняты на этих мероприятиях две машины будут там четыре экипажа участвуют у нас в ралли шоковый путь это экипаж андрея торгинова штурман андрей макеев и механиком чай извиняюсь неформально беседу сразу и за меня есть период вы будем носить чай конечно ребят кому поднимите нам проще то есть экипаж картинова макеев мальков иван сразу скажу механики у нас практически все из молодого состава то есть мы как это правильно сказать выкатываем молодежь для того чтобы они набирались опыта и вот в этой гонке практически все механики во всех четырех этажах это молодежь нас также экипаж айрата мордеева он ездит со штурманом свистуновым дмитриев приняв сергей у них механика экипаж у нас антона шипалова у него дмитрий никитин штурман иван татаринов механик но и эти по сергея куплиянова александр куплиянов штурман и ахмет голливудинов механик в этом гиппаж вот принципе команда выезжает на гонку 27 числа 27 числа мы выдвигаемся в сторону иркутска откуда будет старт гонки планируем 3 его прибыть в иркутск ну и там уже все в режиме в режиме того графика который предлагает организатор дальше я думаю вам всем уже маршрут вам всем известен поэтому может быть если вам удобно просто задавайте вопрос я буду на них отвечать почему николаев в англии понятно почему сотников турции ты был какой-то рыболовское предпочтение они высказали какой-то или нет почему директор назначил как по-другому но и принципе есть еще один момент то что все вы знаете что далеко не лучшие времена по бюджету выставлять 6 экипажей но достаточно затраты я ничего нового не сказал что все в этом знают сказали много молодых механиков нет опасений на этот счет чисто в плане то что физически люди все откатаны то есть нет никого таких которые первый раз сели в кабинах проехали астрахани проехали казахстан до этого некоторые из них тоже уже в экипажах были в этом плане опасений нет ребята занимаются физическое состояние поддерживают даже сказать не поддерживают она укрепляет поэтому здесь опасений нету плане опыта у нас опытные пилоты опытные остальные члены экипажа штурма поэтому этот опыт надо передавать и здесь у нас в общем опасений нету об этом говорить наверное рано об этом говорят обычно на финише не на старте тем более не до старт естественно что мы всегда едем за результатом мы именно на это заточены и результаты это наша наша основная задача а какой он будет давайте посмотрим на финише на финише гонки но у нас четыре экипажа можно уже поэтому ориентироваться четырьмя экипажами мы выезжаем на дакар обычно то есть это где-то порядка 50 55 человек это включая группу сервисную машины сервиса включая нашу группу которая занимается pr деятельностью которая непосредственно общается со сми точнее не то чтобы они общаются они ведут эту работу потому что по-другому нельзя за нагрузка очень большая и если этот вопрос не организовывать то он превращается в неорганизованный вопрос лучше если кто-то это этим занимается едем управлять сервисной части сколько в результате 2 сервис на две машины технических как сколько машин будет сколько людей будут и напасались команды поедет ну сервисной группе у нас две тяжелые технически четырехосные одна техничка это чисто серийный камаз который с нами ездит уже давно это ну очень будем сказать первый раз мы его взяли на дакар потому что была такая необходимость и не получалось не успевали сделать новую технику потом поняли что это очень удобно и серийный камаз в принципе он присутствует машина взятая с конверта он присутствует в нашей команде и это результат работы завода то что эта машина востребованная то что эта машина действительно полезная она прижилась одна из техничек это у нас вот автомобиль а серий но также у нас есть машины это автобус который раскладывается где отдыхает экипажа есть машины которые выезжают в роли машинка есть автомобиль который может выехать на трассу для того чтобы оказать там непосредственно помочь потому что чем знаю что организаторы не занимаются эвакуации техники во время гонки в данной ситуации по мотоциклам по джипам этот вопрос на ради шелковый путь он решается тоже не для кого не секрет подметальщики так называемые автомобили эвакуаторы они оборудованы для того чтобы можно было джипы вывозить с трассы даже из песков и эти вопросы организаторы берут на себя чего мне на одной другой гонке не делается но вот по грузовикам как правило эти вопросы решает непосредственно сам участник поэтому у нас такой грузовик существ есть он в качестве технический едет но если будет такая необходимость то он едет на трассу оказывает помощь понятно что это уже не результат но так или иначе такие случаи бывают мы заняты занимаемся таким делом которые связаны с риском сами знаете железо она не живет не всегда железно иногда ломается поэтому все эти моменты у нас предусмотрены и вот составе сервисной группы такие автомобили есть но также есть автомобили mercedes gls которые также перевозят перевозят личный состав это у нас контракт непосредственно с мерседесом они нам предоставляют эти автомобили для того чтобы мы использовали дома используем на соревнования общее общее количество вместе с экипажами 56 человек то три автомобиля у нас уже вы выезжает также с короткой автоматической также мы уже на дакар выезжали с автоматической коробкой то есть мы я не скажу что вот уже полностью ее освоили мы ее осваиваем но тесты она прошла это коробка показала что она имеет также как и все остальное есть плюсы есть минусы то есть есть недостатки но плюсы они имеют перевес недостатками поэтому по надежности она также себя зарекомендовала хорошо надежный узел и поэтому на трех машинах у нас стоит коробка автомат почему не стоит она на машине сергея курияна потому что там стоит двигатель и и адаптация коробки к двигателю но это еще отдельный процесс все сразу успеть невозможно а к тому же мы же естественно что у нас режим эксплуатации совершенно другие нам еще приходится искать какие-то варианты и в вождении и в навыках вождения навыков управления этой коробкой для того чтобы она была наиболее приспособлена именно спортивному режиму мы этим пока что занимаемся если мы сейчас говорим про андрея кардинова то у него меньше всего опыта с коробкой автомат потому что если допустим дима сотников он уже проехал эдит достаточно давно мордеев айрат он будем говорить начинал у нас коробку автомат осваивать поэтому у них уже опыта побольше андрей кардинов антон шибалов они можно сказать что пока что большого опыта не имеет вот как раз они за этим опытом едут на шелковый путь а то что чем мы занимаемся в плане освоения этой коробки принципе там я скажу что поле деятельности не сильно широкое потому что блок управления и доступ ко всему этому но его просто нет то есть то что мы покупаем то что мы ставим на этом мы и есть других вариантов нет ну как к этому приспособиться как это заставить как это ну понять освоить и заставить себя именно в первую очередь приспособиться к этому вот это ребята где-то занимаются если кто-то из вас пробовал ездить в песках или допустим в горах где серьезный подъем я прекрасно знаю что переключиться в ручном режиме на механической коробке лучше не рисковать в том месте где начал переключаться там и остаться город это еще страшнее там можешь куда-то укатиться эта коробка она позволяет переключаться то есть она без потери момента переключает передачи это одно из будем говорить основных ее преимуществ также также понятно что на переключение в данной ситуации пилот меньше откликается он больше уделяет внимание дороге и меньше тратит энергии на постоянное переключение вот тоже дает какой-то результат потому что спецучастки у нас не 10-15 километров начиная 200 до 600 и там сзади так на переключается что можешь вполне оценить преимущество коробки автомат а эта коробка автомата нас гидротрансформатором или вот который современный уже идут с роботизированным переключением там есть и то и другое там можно в ручном режиме переключаться можно переключаться в режиме автомата сейчас вот на современных грузовиках на всех на вездеходах и на шоссейных в том числе там стоит обычная механическая коробка но переключение передачами осуществляет робот так называемый роботизированным то есть примерно то же самое что на легковушке мы ставили а вот старое поколение роботизированную но пришли к варианту только автомат роботизированным мы тоже пробовали мы знаем что такое но вариант автомат сейчас стоит на машине спасибо большое мы сегодня получили просто незабываемые впечатления это впервые в жизни такое испытал такие вот ну ощущение на этой машине спасибо спасибо ваша сегодня мы побывали вместе значит с журналистами с компании нтв с компанией мама я в теле с компанией что-то канал 24 по моему 24 челны 24 челны телеканал звезда потом я разговаривал с репортером с журнала пятое колесо но собственно тут собрались все первые средства массовой информации нашей страны то есть события знаковые пацан у меня напросился папа возьми с собой собственно попал самое интересное самое сердце попал по сути вот кто еще из твоих одноклассников побывает да на камаз мастере побывает в тренировочном центре но мало ли да но самое интересное это не взяли спасибо организаторам вот спасибо компании палфингер спасибо моему руководству что отпустила с работы вот ну то есть как бы всем спасибо Коль пофоткай меня тут вот вот здесь пофоткай давай я тебя тоже сфотка давай память это это же память да давай 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»